Птица шума разница, я тебе много, они просто на персоиде видят, то есть таки пил, видите, ну, в любом месте. Субтитры делал DimaTorzok Приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Сегодня 18 января, среда. Послушайте, пожалуйста, новости города и района. Уважаемые телезрители, сегодня наша беседа с заведующей отделом местной администрации по бронированию, обмену и приватизации жилья Хафизовой Фариде Фаридовны. Фариде Фаридовна, многие горожан волнуют вопрос приватизации жилья. Расскажите, пожалуйста, немного о принципах приватизации жилья. Да, действительно, приватизация жилья – это новое явление в нашей жизни. 27 февраля 1992 года закон Республики Башкортостан внесен о приватизации жилищного фонда. Что же дает приватизации фонда? Дает возможность замены нанимателя на собственника в жилищных фондах, принадлежащих государству. Это позволяет решать свои жилищные проблемы, то есть свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жильем. Основные принципы приватизации жилья – это приватизация занимаемых квартир – осуществляется исключительно добровольно, при взаимной согласованности совместно постоянно проживающих членов семьи. Ну и второй принцип – это бесплатная передача жилья, независимо от площади, от размеров жилой площади и количества проживающих. Ну а условия приватизации таковы, что каждый гражданин на приватизацию жилья имеет только один раз. Квартиры в государственном и муниципальном жилищном фондах приватизируются теми, кто постоянно проживает в данной квартире. В договоре о приватизации жилья могут участвовать не все члены семьи по желанию. Те, кто временно отсутствуют – это такие, кто проходит срочную военную службу или находится в длительных командировках, а также кто работает в городах Крайнего Севера. За ними все эти права сохраняются. Но должна сказать, что те, кто работает в городах Крайнего Севера, могут приватизировать квартиру только по месту бронирования, то есть по постоянному месту жительства. Скажите, а вот наниматель квартиры решил приватизировать квартиру. Что для этого требуется? Приватизацией жилья занимаемся мы – отдел по обмену, бронированию и приватизацией жилья. Это все дома всех жилищно-эксплуатационных организаций, за исключением НГДО «Краснохомскнефть». А также занимается отдел социального развития при НГДО «Краснохомскнефть». Если наниматель решил приватизировать квартиру, то прежде всего он должен явиться к нам, или же в НГДО, в отдел социального развития, взять у нас бланк заявления, заполнить это заявление и заверить это заявление жилищно-эксплуатационной организации. После этого мы выносим это заявление на рассмотрение комиссии. Рассматриваем. И только после этого совместно с Инвенбюро готовим документы. Оплата производится только по... Как подготовиться, приготовиться полностью все документы? Ну, нельзя путать бесплатную передачу жилья с оплатой за услуги. Это оплаты за расходы. Значит, в данный момент, с января месяца, за приватизацию жилья оплата 25 тысячи. А участники войны и приравненные к ним пользуются льготами. 50% скидка. 13 тысяч рублей. Допустим, гражданин приватизировал квартиру. Вот какие права он вместе с этим получает? Может ли он распоряжаться ею по собственному желанию? Ну, во-первых, он прежде всего становится собственником. Собственником становится и имеет равные права как наниматель, так и члены, принимавшие участие в приватизации. Статья 3 закона о приватизации жилищного фонда гласит, что приватизировав квартиру, граждане могут пользоваться, распоряжаться и владеть этой квартирой по своему усмотрению. А также могут после приватизации завещать, продавать, сдавать в аренду, ну и совершать другие сделки, не противоречащие закону. Тут должна и обрадовать жителей города, что приватизировав квартиру, граждане не теряют свои права на постановку, на учет, в улучшении жилищных условий. К нам обращаются также с таким вопросом. После приватизации жилья, в случае смерти собственника, кому остается квартира? Скажу, что квартира входит в состав имущества, подлежащего наследованию. В первую очередь относятся к наследникам это дети, родители, а также супруг и супруга умершего. Во вторую же очередь относятся брат, сестра, бабушка и дедушка. Совсем другое положение, если собственник оформил завещание. В таких случаях наследниками никто не может пользоваться. За исключением несовершеннолетние, недеспособные дети. Тут еще я должна сказать об оплате за коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг производится как нанимателем, так и собственником, без изменений. Льготами, которыми пользовались собственник, за собственником сохраняются. Единственное, что меняется, это налог 0,1% от стоимости квартиры. А также ремонт квартиры производится уже за счет собственника, жилищно-эксплуатационными организациями, по их установленным тарифам. В жизни бывают разные ситуации. Разрешена ли приватизация служебных жилых помещений? Согласно положению о приватизации жилищного фонда, руководителям предприятий, организаций и учреждений право разрешать приватизацию служебных помещений гражданам, проработавшим не менее 10 лет. Но тут я должна еще сказать о кооперативных квартирах. Кооперативные квартиры и уже являются собственниками. Если не оформлены до конца на собственника, то это нужно будет обратиться в БТИ, оформить там соответствующие документы. Еще одна ситуация. Можно ли обменять приватизированную квартиру на неприватизированную или наоборот? Да, действительно, после приватизации граждане имеют право улучшить свои жилищные условия. Увеличить площадь или наоборот уменьшить. И бывают такие случаи, что одна квартира приватизирована, а другая неприватизирована. Что для этого нужно? Приватизированную квартиру на неприватизированную квартиру обмениваем мы отдел по обмену бронирования и приватизации жилья. Для этого выходит постановление администрации города и района об аннулировании приватизации. На неприватизированную квартиру граждане, по их желанию, могут приватизировать. Если же две приватизированные квартиры, в таких случаях обмен производится в нотариальной конторе. В ноябре месяце изменилось новое положение. Положение приватизации жилищного фонда. И внесены изменения некоторые. В частности, в паспорте сейчас делаем отметки об участии о приватизации. Поэтому, граждане, в свободное время, не отрываясь от производства, просим обратиться к нам, подойти с паспортом, с документами о приватизации жилищного фонда и внести в паспорте об участии в приватизации. О приватизации жилищного вопроса, о приватизации жилья, много вопросов. Сегодня мы затронули только некоторые. Если у вас возникли вопросы, просим обратиться в здание РАПО по улице Октябрьская, 19А, на первом этаже. В дни празднования Нового года, детских зимних каникул, поступило много жалоб от телезрителей на отсутствие в городе нормально функционирующего общественного туалета. В эти дни очень много было гостей, приезжих. В то же время наш город ежедневно принимает тысячи и тысячи транзитных пассажиров. Им идти жаловаться некуда, да и некогда. Может быть и уезжают они, проклиная, над чем свет стоит, дирекцию автовокзала и жилищно-коммунальное хозяйство города. Может быть некоторые телезрители и воскликнут. Нашли-то тему для разговора, может быть. Но, к сожалению, иногда этот ничем не примечательный факт, связанный с физиологией человека, обретает такую большую значимость, что, извините, становится не до шуток. Тем более, когда наше желание справить свои естественные потребности не совпадает с возможностями. На железнодорожной станции такое место имеется, только его нужно найти. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Тем более, вход свободный днем и ночью. Мучения начинаются на автовокзале. Конечно, здесь тоже имеется место, где можно справить свои потребности. Но какое, меня, наверное, поймет любой, кто хоть раз заходил в это заведение. Вход в него платный, стоимость 100 рублей. Немного, конечно, но внутри помещения грязно, сыро, холодно. Да и то не всегда он бывает открыт. Наверное, женщину, которая здесь сидит, можно понять. Сидеть здесь в течение 8 часов при таком зловонии не всякое согласиться. Да и выручка небольшая. Вот и закрывает, уходит она. То погреться, то отдохнуть от этого неприглядного вида. А что же остается делать пассажирам? Вот и бегают они. Кто за туалет, кто на территорию строящегося стадиона, а кто особо не страдает за комплексованностью в соседние подъезды домов. Нужно учесть еще и то, что в нашем городе действует большой рынок. Ежедневно приезжают к нам сотни людей из соседних областей, районов. В субботу, в воскресенье особенно многое здесь бывает сельских жителей. А куда же им идти? Прежде чем выйти в эфир с этой темой, мы побывали у начальника производственного управления жилищно-коммунального хозяйства Айрата Каримовича и у директора Янаульского автовокзала Ольги Андреевны Галиулиной. Как сказал Айрат Каримович, туалет на балансе производственного управления не состоит. Хотя и было решение администрации от 18 августа 1992 года за номером 118 о такой передаче. Никто не составлял остаточной стоимости и не передавал его нам, сказал он. Айрат Каримович человек в городе Новый, только недавно вступил в эту должность. Мы надеемся, что он сделает соответствующие выводы после нашего обращения к нему и выхода в эфир этой передачи. А что же скажет нам директор автовокзала Ольга Андреевна Галиулина? В детских каникул очень много жалоба супела от наших жителей города, также от приезжих, то, что туалет не всегда работает. Что я могу сказать? В праздник у меня работали специальные люди. Я маляра садила туда, техничка отдыхала. Она, значит, маляр работала целый день, сидела она. Иногда, конечно, заходила греться. Может, в это время приходили люди. Я не могу сказать. Там очень холодно. Она постоянно не может сидеть там. Она приходит иногда греться сюда. Мы на свой баланс его не взяли. Я просто взяла техничку и сказала, что буду содержать так, как нужен туалет в общественном месте. Мы взяли техничку, держим, но он толку-то никакого не дает нам. На балансе у вас не состоит? Нет, стоит. А у кого же он состоит? Сказали мне, в комхозе. Я вот была в комхозе, видела начальника. У них есть решение от 1992 года о передаче общественного туалета в производство управления жилищно-коммунального хозяйства. Но передачи так таковой не было. Нету остаточной стоимости, не указано. Вот таких там не указано. На балансе он не моем не стоит. Я взяла чистоту и порядок соблюдать для пассажиров только. Техничку я держу. Я ей плачу 100 тысяч. Она абсолютно мне, как говорится, не оправдывает. Я просто держу ее, чтобы соблюдать чистоту или ничего. Он абсолютно мне не относится. Что же делать людям, которые и днеют, и ночуют в нашем городе? Я думаю, что надо принимать какие-то решения и взять на чей-то баланс, поставить, и чтобы отвечал товарищ за этот туалет. Заканчивая эту тему, хотелось бы еще сказать об одном. Наш город нередко называют северными воротами республики. Ежедневно через эти ворота проходят тысячи и тысячи людей. Несмотря на все трудности, город наш растет, ширится, строятся жилые дома, объекты соцкультбыта. И нам не хотелось бы, что отсутствие, казалось бы, не столь важного, но нужного заведения портило все представление о нашем городе и о его людях. В нашем городе должен быть нормально функционирующее место общего пользования. И не важно, кто будет его хозяином. Будь то дирекция производственного управления жилищно-коммунального хозяйства города, или же дирекция автовокзала, или же хозрасчетно-производственной фирмы «Марвал». Не важно. Пусть будет платным, но со всеми удобствами. Вот и остался позади трудный 1994 год. Хотелось бы, чтобы все проблемы остались в прошлом. Но проблемы были, есть и остаются. В конце 1994 года на фермах колхозов и совхозов района прошла взаимопроверка, где участвовали специалисты, руководители хозяйств управления сельского хозяйства и продовольствия, руководители перерабатывающих и обслуживающих предприятий, руководство местной администрации. Как мы заметили, после таких проверок, обсуждения, дела заметно идут на поправку. Вот и 1994 год животноводы нашего района закончили успешно. А как же они начали новый 1995 год? Нужно отметить, не самым лучшим образом. Многие хозяйства сдали свои позиции. А недавно мы побывали в Татурадинской и Варяжской молочно-товарных фермах Буйского совхоза. Вспомнили, какие недостатки были отмечены во время прошедшей взаимопроверки и что же за это время изменилось. Кстати, хочется отметить, в этих недалеко расположенных друг от друга фермах дела существенным образом отличаются. Если в Татурадах доярки надоевают от коровы 3,2 килограмма молока в день, то в Варяжской чуть больше килограмма. Мы беседуем с заведующим фермой Ахмедхановым Анатолием Ахмедвалиевичем. Анатолий Ахмедвалиевич, в конце 1994 года в этих фермах района побывала группа взаимопроверки. В частности и на вашей ферме. Скажите, пожалуйста, за этот срок что изменилось у вас? Что к лучшему или же наоборот? Ну, в основном на ферме не очень-то изменений-то не было. Начали, как сами видели, ремонтировать полы. Кстати, это было замечено, что у вас полы... Можно сказать, что не было. Отсутствие полов было замечено. Сейчас начали ремонтировать, получше стало. Есть трудности. Пока у нас этот ремонт остановился из-за поломки пилорамы. Дирекция занимается. У вас, насколько я знаю, прораб есть в совхозе? Специальные строители есть, прораб есть. Вот они занимаются. Сейчас начали в этом... От кормочном кормокухню начали пускать. Вот тоже ремонтируют. Внутри начали оборудовать. Вот собираемся весь корм в приготовленном виде давать. Вот в пропаренном виде. И коровам вот даем сейчас... Это... Мешанку даем. А сколько килограммов? А сколько килограммов от коровы надоеваете в день? От коровы на сегодняшний день 3,2 даем. А это по сравнению с прошлым годом как? По сравнению с прошлым годом на 0,6 килограмм больше. Приплоды пока вот это за целый... За прошлый год, за целый год на 80 голов больше получили за 84-й год. В этом году вот намечается где-то 25 голов вот в январе месяце. Приплод должно быть по отчету. Это тоже на 5 голов больше должно быть. А на молочной товарной ферме села Вареж, как было уже сказано, надоевает от коровы чуть больше 1 килограмма лога в день. На этой ферме как нельзя кстати оказался и главный за техник хозяйства Нематьянов Рифатыхович. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok До свидания Дима Торзок ДимаТorzok Добро плача До свидания Игорь Негода